Сейчас есть необходимость постепенно трансформировать организацию объединенных наций. У многих стран есть разные видения. Соединенные Штаты хотели бы, чтобы организация объединенных наций стала послушным исполнителем их воли, как советский парламент перед ЦК КПСС примерно. Вот, так сказать, модели, которые стремятся со Соединенные Штаты. Если им это не удастся, они хотели бы тогда маргинализировать организацию объединенных наций, чтобы ООН не мешала им совершать свою политику в глобальном мире и делать вообще все, что они хотят. Это вот реальные угрозы, которые стоят перед Россией и перед всем миром в связи с ООН, что ООН может превратиться в предаток Госдепартамента США, либо он может быть маргинализирован Соединенными Штатами Америки и отброшен на бочину, либо США могут создать альтернативную организацию, в которой они будут доминировать, ну, как бы при этом маргинализировав саму ООН. Таким образом, достаточно очевидно, что США представляют себе угрозу для существования организации объединенных наций не потому, что США какие-то враги, а потому, что США стремятся к доминированию, а ООН, как инструмент, которым есть право голоса у многих стран, оно просто является преградой для их доминирования. Россия имеет свое видение о реформировании ООН, который исходит из тех принципов для глобального мира, которые Россия предлагает. Но прежде всего мы за многополярность мира, поэтому мы полностью выступаем за сохранение права вета постоянных членов Совета Безопасности, которые сейчас являются постоянными членами, тем самым, чтобы через свои безопасности различные страны из этой пятерки хотя бы могли по-настоящему выразить свою позицию. США, Великобритания пытаются ликвидировать это право вета, чтобы ликвидировать многополярность мира. Второй принцип – мы выступаем за сохранение суверенитета, против нарушения суверенитета, поэтому мы вообще за ООН, где в наиболее яркой форме представлены суверенные государства и их политические системы. И в-третьих, мы выступаем за сохранение международного права, поэтому мы выступаем и за уважение к Совету Безопасности ООН, с тем, чтобы никакие военные операции не совершались без одобрения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Вот такое как бы видение. Однако, это видение, ну, как бы должно еще развиваться дальше. У нас пока не так много предложений по еще одному подразделению ООН. ООН – это специализированный агентство. Вообще, ООН состоит из трех частей. ООН, как сообщество государств, выражаемое прежде всего Генеральной Ассамблеи, это как бы как клуб, где все имеют право голоса. Во-вторых, это Совет Безопасности ООН, который принимает ключевые решения по важнейшим проблемам, в частности, использования силы. И, в-третьих, это специализированные агентства, которые занимаются конкретными проблемами людей на территориях. Это и МАГАТЭ, это агентства по делам беженцев, ЮНЕСКО, агентства по делам людей и так далее. Так вот, мне представляется о том, что нам нужно представить свое видение по всем этим трем составным частям. У нас есть четкое видение по Совету Безопасности ООН. Оно заключается в том, что Россия должна способствовать, чтобы Совет Безопасности ООН расширился с точки зрения постоянных членов. Чтобы в него, в качестве постоянных членов были введены, например, Индия, Бразилия, возможно, Германия и какая-то крупная арабская мусульманская страна, например, Египет. В то же время мы за то, чтобы право введа сохранялось именно за теми пятью государствами, которые имеются сейчас и не распространялось на другие новые постоянные члены Совета Безопасности. Чтобы они были разделены на страны инициатора создания ООН, это нынешние постоянные члены Совет Безопасности, и за ними сохранили право введа. А новые просто постоянные члены Совета Безопасности, чтобы там были все время, но не обладали правом введа. У нас достаточно четкое и ясное видение. Но нам нужно более четкое и ясное видение и работы специализированных агентств. А здесь у нас есть проблемы, поскольку специализированные агентства, их работа основывается на концептуальном видении того, как должны вообще решаться глобальные проблемы современности. А здесь Россия недостаточно четко еще сформулировала свою позицию. Поэтому, как мне представляется, сейчас для того, чтобы у нас был более четкий ответ на то, как должна развиваться ООН, нам нужно сформулировать сначала свое более четкое понимание проблем глобального мира. Проще сказать, предложить свой российский вариант глобализации для всего мира. И на основе этого сформировать более детальную концепцию реформирования ООН.